Стоит ли входить в Stepan сейчас? Solano упало, BNB упал, Bitcoin упал, все токены, связанные со Stepan тоже упали. Все, конец проекта, это финиш, и мы пойдем еще ниже. Это окно возможностей, это новый Bitcoin, подводные камни и механики. Ты ошибся в расчетах, сколько зарабатывают разные кроссовки на разных уровнях, сколько стоит ремонт, ответом на вопросы. Россия сейчас на первом месте по крипте, Индонезия, Бразилия. Разберем сегодня гемы, две сети. 5 долларов, сейчас стоит 2,5 доллара. Заработок упал в 2 раза. Есть другой курс GST, примерно как двойной курс рубля. Не бывает такого, что кроссовки упали, а вы стали столько же зарабатывать. Не случилось никакой магии. А еще и доллар упал, уже 62 рубля, это можно за полтинник. Для толстосумов, для чуваков с баблом, продаем коды активации. Россия это страна скама, хочешь там, чтобы рубль превратился в 10, скорее всего тебя кинут. Если вы, короче, богатенький дятя, вы можете войти за 7-200 долларов, за 4-500 войти в проект GST. До кризиса, до падения криптовалют здесь приносил, внимание, 25 долларов. Сколько каждые кроссовки вам приносят энергии, на каком уровне? Множество людей тут что-то ходило, заносило, возвращало деньги обратно в проект и их не вынимало. 8 кроссовок на Sol и покупают 1 кроссовок на BNB. Вы хотите отбить стоимость кроссовок. Сейчас, когда цены снизились, куда вообще выгоднее входить? И насколько это интересно, купить один самый дешевый кроссовок за 12 тысяч долларов, вы, соответственно, можете купить 9 энергий. В течение 20 дней вы деньги вынимать оттуда плюс-минус не будете. Мифические игрушки, выигрываю в токене вот такую сумму. Все бабки из вас высосет, можно просто ходить. Если биткоин не пойдет ниже до 20-ки, если он пойдет до 20-ки, это вообще вся математика не работает, можете вообще все выкинуть и захоронить деньги еще на полгода. Помойку не смотрим, у меня уже очень сложно окупиться. Кто хочет войти в этот проект, например, на 800 долларов, посмотрите первое видео. Лайфхак реально вам рассказал схему. То есть вы можете себе позволить вложить 7200, вы можете себе позволить и 12. Кто может себе позволить кроссовки, там, я не знаю, вложить сюда 10-7 тысяч долларов. Как часто вы ходите? Где вы, когда вы будете ходить? У меня ни разу не получилось сделать этот базовый заработок. Как его получить, что такое базовый заработок, никто реально не знает. Марафоны, аренду, какие-то бэджики. В общем, фиг, вы там вообще что оттуда вытащите. Доллары, доллары, доллары. Грязная, вонючая бумажка. Если у вас одна энергия, две энергии, одни кроссовки, это вообще херня, она вам вообще не нужна. Сколько зарабатывает каждый кроссовок, чтобы вы это сейчас увидели? Купил кроссовки за 800 баксов, чтобы заработать 7. Ну что, все съели, да? 5 долларов в день. Эта игра будет высасывать всю прибыль. И прибыль будет всасывать из вас. Внутрь отнесу еще степану еще 10%, еще 70 долларов. Если вы купили кроссовки за 800 баксов, то для того, чтобы докачать их до 30 уровня, вам нужно вложить еще 2000 долларов, походить 2, 3, 4 дня. Для того, чтобы саккумулировать эту сумму, чтобы потом вложить ее в развитие своего кроссовка, черт возьми. Гениальная система. То есть понимаете, почему этот проект растет? Когда у фондов, у ключевых людей, которые дали степану деньги, будут разлоки, то на токене будет памп сбрасывать и выходить вообще из проекта. Главный вопрос, на который я реально хочу сегодня ответить, это стоит ли входить в степан конкретно сейчас. Когда Solana упала, BNB упал, Bitcoin упал, все токены, связанные со степаном, тоже упали. И для многих появилась отличная возможность войти, потому что там кроссовки за 800 долларов. Давайте эту даже цифру напишем. Вот здесь вот 800 долларов, прямо ее обозначим. Какой классный маркер, ребят. Это гораздо лучше, чем кроссовки за 1800 долларов. И вроде это все выглядит очень классно, но знаю, что мнения разделились. Кто-то считает, что все, конец проекта, это финиш, и мы пойдем еще ниже. Кто-то считает, что нужно докупаться. И многие там инфо-цыгане, я себя к таким, кстати, не отношу, да, рассказывают, что, блин, это окно возможностей, это новый биткоин. Сегодня разберемся, посмотрим. Что мы сегодня сделаем? Сегодня мы еще с вами углубимся значительно в степан. То есть мы разберем некие подводные камни и механики, которые я не осветил в первой части, о которых вы даже не задумывались. И отдельно, отдельно я хочу поговорить с вами про проект Amazie. Это новая штука, которая опять разрывает российский YouTube. Коротко по ней пройдусь, может быть, выпущу по ней потом маленький какой-то отдельный ролик. В общем, закидываю за травочку, так что ждите, будет интересно. И самое главное, что еще мы сегодня разберем? Мы сегодня с вами разберем стратегии заработка. То есть на самом деле там все не так очевидно. Не обязательно залетать в степан, только покупать кроссовки. Можно купить кроссовки не только на Солане, но и на B&B. Можно купить уже прокачанные кроссовки, реально ходить и зарабатывать. Также сегодня я поделюсь с вами кучей скриншотов, потому что кто-то, ну там, на меня выливал комментарии, что ты ошибся в расчетах. А вот мне кроссовки зарабатывают больше, а что-то еще и пятое, десятое. Да, где-то ошибся, но по цифрам, на самом деле, по факту я там попал на 80%. И поэтому сегодня я специально сегодня с утра перед этим видео сжег энергию, просто неэффективно сжег энергию на кроссовках нулевого уровня, на кроссовках пятого уровня. Для того, чтобы показать вам реальные цифры, прямо вот со скриншотами, со скринкастами. Сколько зарабатывают разные кроссовки на разных уровнях, сколько стоит ремонт и на какие реально цифры можно рассчитывать. Также мы обязательно вот здесь вот выведем все блоки, как и в прошлом видео, вот все есть блоки видео. Поэтому можете спокойно пользоваться тайм-кодами. Не забывайте пользоваться тайм-кодами, если вас интересует какой-то конкретный вопрос, простреливайте. И не забывайте писать вопросы в комментариях, потому что сегодня отдельный блок будет посвящен конкретно ответам на вопросы, на комментарии под первым видео. Потому что я понимаю, что люди пишут комментарии, там реально есть очень классные вопросы, которые чаще всего даже дублируются. И поэтому останется такой, наверное, топ вопросов вас, как зрителей, как пользователей проекта Stepan. Можно на него ответить. Но перед тем, как мы с вами начнем, знаете, что я хочу вас попросить сделать? Нифига не подписаться. Я вот сейчас сюда вот вместо этого экрана выведу картинку. Она показывает то, где в каких странах вообще популярен проект Stepan. И вы сейчас смотрите на эту картинку, и у вас, наверное, вы никак не могли бы подумать, что оказывается Россия на первом месте. На первом месте. Это как бы самая синенькая страна на этой карте по популярности этого проекта. Как это меряется? Это заходы на сайт Stepan. И как вы видите, здесь на первом месте находится Россия, потом находится, соответственно, США. Турция, Франция и Германия, значит, у нас входят в топ-5. То есть, это говорит о том, что вы в России видите хайп такой вокруг Stepan. Он, ну, неспроста, потому что мы, вот, судя по заходам, на первом месте. Ну, а это открывает очень интересную возможность, что если Россия сейчас на первом месте по крипте, то что с другим миром? Либо он уже в этот проект отыграл, им это уже неинтересно. Или наоборот, нас с вами ждет еще хайп, когда условно подтянется там Индонезия, Бразилия. А в Бразилию многие вещи, кстати, долетают где-то через полгода, через там год. Ну, если брать все хайпы криптовалюты, мало кто знает, но латиноамериканский рынок, он вот действительно где-то идет с задержкой. И что это для нас с вами открывает все-таки, возможности или нет? Еще, короче, разберем сегодня гемы. Это будет очень важный момент, потому что многие задают вопрос про базовые параметры кроссовок и вообще не понимают, что это работает. Мы сегодня разберем две сети, как я говорил, B&B и Solana. Также разберем разные типы кроссовок, common and common. В общем, не знаю там, как говорит Вилсаком, заваривайте пельмешки, чаек, что у вас там есть. И погнали! Мы начинаем, наверное, давайте с первого вопроса, что вообще произошло, что изменилось со стоимостью кроссовок и сколько на этом глобально можно сейчас уже конкретно в моменте заработать. Потому что всех интересует вопрос, сколько можно заработать. Ну, а пока мы не стартовали, тут уже вот-вот-вот, да, вы обязательно подписывайтесь на канал, ставите лайк, включайте колокольчик и не забывайте писать все вопросы в комментариях. Погнали! Я убираю телефон, дальше можно действовать уже так. Значит, продублируем вот эту ключевую мысль, что изменилось на рынке. За все это время, как я сказал, здесь очень сильно снизилась стоимость кроссовок. Что нам интересно посмотреть? Напомню, что сам Stepan работает на блокчейне Solana и одним из ключевых единиц расчетов в Stepan являются не доллары, а вот так называемая вот эта Solana. И раньше она стоила, например, 100 долларов на момент нашего прошлого видео, всего две недели назад. Прикиньте, как быстро двигается рынок. Сейчас Solana стоит 50 долларов. За это время произошли следующие события. Есть также еще раз токен, который вы зарабатываете, это токен GST, который, соответственно, на момент видео с вами стоил 5 долларов. Сейчас стоит 2,5 доллара. В принципе, я так понимаю, что здесь уже можно уловить первичную мысль, что несмотря на то, что снизилась стоимость вообще Solana как таковой, то снизилась стоимость входа. А кроссовки, да, давайте еще раз, а кроссовки меряются в Solana. То есть как кроссовки хорошие, в принципе, как я и говорил, стоили 18 Solana. Какой кривой у меня почерк, но я думаю, что вы поймете, да, вот так. Оп. Магия, они так и стоят 18 Solana. То есть глобально ничего не изменилось. Что получилось? Что фактически у нас с вами заработок, который вы можете получить с кроссовок, упал в два раза, прикиньте. И, соответственно, стоимость входа упала тоже в два раза. Прикиньте, как оно бывает. Вопрос, стоит ли сейчас входить и низ это или низ? Не знаю. Но знаете, что самое интересное? Что за все это время появилась еще очень интересная вещь. Потому что я об этом рассказывал косвенно, наверное, в первом видео. Мы, как говорим про цифры, дальше будем углубляться в блоки, в детали и прочее. Поменялась еще вторая сеть. Помимо того, что вы можете купить кроссовки на Solana. Это блокчейн, который глючит, тормозит. Он, конечно, потенциальный. Но вы можете купить кроссовки еще, например, на сети BNB. Это на сети Binance крупнейшая в мире криптобиржа. И для нее довольно простой вход. Что здесь можно сделать? Здесь, соответственно, как кроссовки стоили. Давайте посмотрим. Я, кстати, специально сегодня замерял. Мы выйдем здесь скриншоты. Они здесь стоили в BNB также плюс-минус там каких-то 18 BNB. Также они сейчас стоят тоже 18 BNB. То есть глобально в стоимости кроссовок ничего не изменилось. Но сам BNB, в свою очередь, тоже упал с 400 долларов. Вот такой очень простой расчет. Где-то он вчера на дне был где-то 220, сейчас он в районе 300. Почему я это рассказываю? Потому что сейчас появились очень очевидные вещи с точки зрения заработка на ходьбе в Stepan. На стыке вот этих вот двух блокчейнов. И сейчас происходит очень интересная магия, когда люди, которые уже много там заработали денег. Мы сейчас про это поговорим. Они, короче, начинают перетекать из Solana. Начинают перетекать в BNB. Потому что здесь есть еще одна магия. Я сейчас, наверное, вас всех запутал. Пошел очень сложный контент. Мы будем смотреть, как это все править. Но оказывается, вы представляете, что еще происходит? Есть другой курс GST. То есть помимо того, что у нас с вами есть вот эти деньги GST, которые мы с вами зарабатываем. И вот здесь можно сделать вывод, что вроде как бы ничего не изменилось. Оказывается, сформировался двойной курс GST. Это знаете как? Это примерно как двойной курс рубля. То есть если вы сейчас захотите зайти на Алиэкспресс, то вам продадут товары, это услуги по курсу 120 рублей за доллар. А в обменнике вам в банке сделают 66. Вот примерно то же самое и тут. Будете ходить в кроссовках Solana, у вас заработок будет примерно 1 GST равен 2,5 доллара. А будете ходить на кроссовках BNB, сейчас это вот прям детально еще раз разберем, то у вас заработок будет, внимание, даже уже сейчас, я сейчас это прям нарисую, GST, он будет 10 долларов, прикиньте, как бывает. И здесь начинается уже какая-то дикая, наверное, перекрестная математика, да, можно так сказать. И здесь, конечно, надо считать и надо показывать, но я сейчас хочу вам провести некие линии, чтобы вы сориентировались. Смотрите, если кроссовки, если кроссовки, внимание, наверное, может быть, кто-то запутается, кто запутается, пересмотрите этот момент или пишите вопрос в комментариях. Это важно, потому что сегодня мы будем говорить про конкретные стратегии заработка. И я не зря вот с этого начал, потому что это один из блоков, которые помогут вам, если вы решите и рискнете войти в этот проект. И мы сейчас ответим на вопрос, хорошая точка входа или нет, помогут вам зарабатывать на этих кроссовках. Значит, что мы делаем? У нас с вами, смотрите, закономерность. У нас с вами Solana стоит 50 долларов, и заработок у нас с вами примерно 2,5 GST. Я уже начинаю рисовать. А у нас с вами BNB стоит 300 долларов, и завтра примерно 10 GST. Если вы поделите одно на другое, вот здесь вот вы получите, соответственно, коэффициент 20. То есть вот здесь вот 50 делите на 2, и получаете X20. Правильно я посчитал, нет? Все правильно. А если вы вот здесь вот поделите 300 поделить на 10, вы получите здесь X30. То есть видите, какая математика? Здесь уже все начинает запутываться, поэтому я сейчас обновлю доску, и чуть более структурированно расскажу эту идею. Так, друзья, ну что, мы только что обновили эту волшебную доску, и что я хочу вам сделать? Знаете, это видео бы не состоялось, если бы не замечательная студия Face2Face студия. Ребята, которые в Москве делают вот эту магию и возвращают, не знаю, магию какого-то нового YouTube, когда вы можете рисовать и делать такой классный контент. Поэтому я хочу вам рассказать немножко про эту студию. Сейчас я перемещусь в iPhone, покажу вам, как тут все устроено, и дальше мы продолжим. Ну что, друзья, вот мы переместились на iPhone, и я хочу вам показать эту замечательную студию. Значит, здесь помимо доски, которую вы можете рисовать магию, есть отличная подкастная, например, вот такая. Приглашу здесь кадры с видео, где вы можете посмотреть, как эта картинка выглядит в боевом режиме, но можно записывать офигенные подкасты. И также есть еще вторая маленькая подкастная, поэтому кто хочет, обязательно, внизу этого видео есть ссылочка в описании, заходите, записывайтесь. Ребята по промокоду Headliner дадут вам скидку 10%. Они этого еще не знают, но узнают по факту выхода этого ролика. Так что вот так вот, face-to-face студии, очень крутые и модные ребята. Так, ну что, мы продолжаем. Смотрите, я не хочу вам сегодня рассказать, конкретно еще раз мы пройдемся про момент двух сетей. Это очень важно понимать, потому что сейчас сам Степан работает на двух сетях. И появилась новая схема заработка, которую уже активные старые игроки активно используются. Они на стыке двух блокчейнов. Очень постараюсь все это вам рассказать просто и показать возможность, как это можно делать. Давайте еще раз прям пройдемся по этим моментам. Что произошло за время с нашего прошлого ролика. Базовая стоимость кроссовок, минимальная, кто хочет войти по минималке, она упала с 1800 долларов до 800 долларов примерно. Почему это произошло? Это произошло по одной простой причине, потому что вообще сам весь крипторынок условно снизился. И если раньше 1800 долларов это было примерно 18 сол, то сейчас, не поверите, осталось тоже плюс-минус 18 сол, но провалилась сама как бы Солана. Солана провалилась так же, как и биткоин, так же, как и все остальное. И Солана снизилась, то есть Солана была у нас с вами 100 долларов. Это, кстати, кто-то знает, кто хотел зайти в Степан, но не успел купиться. Они как бы немножко потеряли и переживают. Сегодня отвечу, стоит ли им вообще переживать. Сейчас она стоит 50 долларов. И это очень важный момент, потому что такая вроде как бы выглядит классная точка входа. И вроде бы нужно сказать, окей, прикольно, можно здесь заработать, но, наверное, все не так очевидно. Что случилось вместе с этим? Вместе с этим у нас с вами провалилась единица дохода. То есть не бывает такого, что кроссовки упали, а вы стали столько же зарабатывать. К сожалению, нет. И токен GST, который у нас с вами, приносит вам доход, глобально вы его зарабатываете. Он раньше стоил 5 долларов, а сейчас он стоит 2,5 доллара. То есть если вы здесь посмотрите, то не случилось никакой магии. То просто получилось так, что при снижении стоимости кроссовок в два раза, каждый кроссовок просто стал меньше зарабатывать. Если прооперировать к сроку окупаемости, я, кстати, сегодня приготовил для вас интересную табличку. Она будет внизу по ссылке в описании. И также мы ее выведем здесь. Сколько вы еще денег внесете в Степан, когда вы будете качать свои кроссовки. И можно ли, кстати, заработать сразу на прокачанных кроссовках разберем. Но вот это очень сильно влияет. То есть видите, никакой магии нет. И вроде бы кажется, все, круто. Можно, короче, заходить в Степан уже 800 баксов. Типа еще и доллар упал, уже 62 рубля. Это можно за полтинник, за полтинник, прикиньте, по стоимости айфона, короче, залететь. Только вряд ли сюда в кредит получится залететь. Если айфон можно взять в кредит, то условно кроссовок в кредит пока не получится. Но не суть. Сегодня мы ответим на вопрос, что будет дальше с токеном. Есть ли у него шансы возродиться? Будет ли он стоить больше? И может быть тогда вот на этой разнице курса вы сократите стоимость окупаемости. И может быть что-то произойдет. Но я не зря здесь сегодня разделил доску на две части. И еще раз давайте поймем, что это Solana. Сейчас я возьму другой маркер, зеленый. Надеюсь, что для вас он будет выглядеть по-другому. Мы разберем с вами другую сеть. Потому что помимо того, что есть вот такие кроссовки, которые стоят вот таких вот денег, минимальные, нормальные. Есть еще другая история. Есть история BNB. Это, хочу напомнить, это блокчейн, соответственно, Binance. Фактически, как это произошло, маленький экскурс в историю. Около месяца назад проект Stepan запустил совместно вместе с Asics акцию, где они выпустили около тысячи кроссовок. В сети BNB анонсировали это. И там стоимость на кроссовки сразу же взлетела условно 5 тысяч долларов плюс. И там не все так просто. Мы сейчас это прям сравним и разберем. Сравнение будет двух историй. Кстати, кого интересует, можно попробовать выиграть кроссовки BNB бесплатно, не только посмотрев это видео. Да, мы сегодня, кстати, поговорим. И сегодня я также расскажу. Прикиньте, вторую пару кроссовок разыграю, если реально этот ролик доберет еще тоже 30 тысяч, так же, как и первый. Для второго ролика это, кстати, несколько сложнее. Но, в принципе, можете подписаться просто на Twitter Stepan. Они там регулярно разыгрывают кроссовки BNB. Просто там типа твитите, репостите, лайкайте, комментируете. И там автоматическая система выдает примерно по два кроссовка в день. Кому прикольно, ну, залетайте, смотрите. Сколько стоит кроссовок на BNB? Тут не все так просто. Это уже игра для богатеньких, да. Кстати, нашел интересную низкам схему. А, короче, ко мне после первого ролика начали стучаться ребята, прикиньте, которые говорят, слушай, мы, короче, для толстосумов, для чуваков с баблом продаем коды активации. Просто это вообще ржака, меня просто прям реально проперло. Говорят, ну, смотри, давай, короче, мы с тобой запартнеримся. Ты говоришь, вот, код активации можно тут и продавать будем по 50 баксов. Типа, там, 25 долларов те, 25 долларов нам, у нас, типа, кодов активации много. Ну, схема прикольная, кстати, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. И стоит ли вообще, кстати, снимать ролик про скам, потому что Россия это страна скама. Кто не знает скама, это когда вас кидают. Вот, кстати, у АК-47, да, недавно у Вити АК вышла даже песня, которая говорит о том, что хочешь там стать, чтобы рубль превратился в 10, скорее всего тебя кинут. Вот, сегодня узнаем, кинут вас на, кстати, степани или не кинут. Что еще есть? Значит, заходим в BNB. Не поверите, что происходит. Приложим скриншот, на BNB кроссовки также стоят 18 BNB. И они, кстати, даже упали. Представляете, мы сейчас даже узнаем, во сколько они упали. Но они упали также 18 BNB. Ловите, да, математику? Сейчас я вам приведу сравнение. И, чтобы понять, сколько кроссовки стоят, потому что они в BNB-то не изменились. Это, кстати, для меня загадка, почему сами кроссовки в BNB не меняются. Ну, кто его знает. Ну, они меняются, они плюс-минус скачут 20%, и ничего не происходит. У нас надо обратиться к стоимости BNB. Теперь начинаются вообще страшные цифры, которые вы увидите. BNB раньше стоил 400 долларов. 400, мать его, долларов. Сейчас, после снижения, ну, где-то он стоит, он стоит там 270. Давайте я отправляю, типа, усредненную 250, хотя он там сейчас около 300. Но предположим, что это будет 250 для удобства расчета. И что изменилось? Мне здесь нужен калькулятор, чтобы вас не подвести. Мы просто заходим и умножаем с вами 18 умножить на 400. У меня, кстати, после этой доски почему-то телефон не работает и не пишет маркером. 7200. То есть, прикиньте, если вы, короче, богатенький дятя, то вы можете войти за 7200 долларов в проект с ТЭПом. И вопрос, сколько вы будете с этим зарабатывать. То есть, вот в этой салоне вы можете купить кроссовки за 800, здесь за 7200. Но что изменилось? Сколько здесь это стоит? Мы теперь 18 умножаем на 250 и получаем с вами 4500. Нифига себе. То есть, прикиньте, это я говорю про хорошие нормальные кроссовки, там дешевле можно взять, но нормальные кроссовки стоят примерно столько. То есть, здесь вы можете за 4500 войти в проект. И что изменится? Все те же самые кроссовки, вы тоже так же ходите. Что для вас меняется? Это я начинаю уже рассказывать про конкретные стратегии заработка. Сейчас мы говорим про, когда вы реально можете начать зарабатывать. Тоже такие лайфхаки пошли. И здесь такая штука, что GST есть. Токен, который нам с вами привозят бабки. Кто не знает, что такое GST, смотрите, мое первое видео детально разбирал. Так получилось, что GST до кризиса, до падения криптовалют здесь приносил, внимание, 25 долларов. То есть, вы просто зарабатываете один GST и меняете его на 25 баксов. А здесь, сейчас после кризиса, он примерно 10 долларов. То есть, условно, здесь все то же самое происходит только здесь, в 4 раза дороже. Давайте сравним математику. Сейчас вы можете зайти за 800 долларов и зарабатывать 2,5 доллара. Или вы можете зайти за 4,5 тысячи и зарабатывать, условно, там 10 долларов. Стоит ли игра свеч или нет. Но если взять простейший калькулятор, давайте посмотрим разницу между этими значениями. То есть, условно, 800 делим на 2,5. Получается 320. Я сейчас этот вопрос запишу. А 4,500 делить на 10, получается 450. То есть, вот здесь вот у нас с вами 450, а здесь у нас 320. Пишу немножко криво. И вот если на это число посмотреть, то я что сделал? Я сделал еще раз для понимания математики очень просто. Я определил стоимость кроссовок на доход с одного GST. И оказывается, что здесь невыгодно. Так вот, рассказываем, что придумали нормальные дяди. Что вы можете сделать? Если у вас есть деньги, для тех, кто серьезно хочет войти в проект, вы, напомню, что весь ваш доход в этом проекте упирается в энергию. То есть, вы какое-то зарабатываете количество GST за одну энергию. Сейчас следующим блоком мы обязательно разберем, сколько каждые кроссовки вам приносят энергии и на каком уровне. То есть, чтобы все реально поняли, сколько тут можно заработать. Ну или нельзя, или вы не заработаете. Если, не знаю, если еще сомневаетесь, смотрите первый ролик. Так вот, короче, у нас с вами есть одна энергия. И там есть такая формула, это многих она, на самом деле, смущала, и многие не понимали, почему так работает. Я сейчас попробую вам ее объяснить. Очень просто. Если у вас 1-2 кроссовка, у вас 2 энергии. Всего 2 энергии на аккаунт. Если у вас 3-8 кроссовок, у вас, соответственно, 3 энергии на аккаунт. Ой, сорян, 3, 4 энергии на аккаунт. Я немножко ошибся. 4 энергии на аккаунт. И если у вас 9 кроссовок, я сейчас не рассматриваю варианты, когда у вас там больше, 15, 20 и так далее, у вас уже 9 энергии на аккаунт. Понимаете математику? И многие спрашивают, почему они так криво сделали, почему вообще вот такая вот история. Да это просто обычная математика, как я уже говорил в первом видео, что для того, чтобы проект долго существовал, нужно, чтобы множество людей тут что-то ходило, заносило, возвращало деньги обратно в проект и их не вынимало. А те, кто готовы инвестировать, те, кто подпитывает проект ликвидностью и так далее, они могли как-то зарабатывать, им это было интересно делать. И что, какая первая схема вообще не очевидная, да? Прикиньте, что делают ребята. Короче, они делают следующий образ. Они покупают 8 кроссовок вот здесь, 8 кроссовок на Sol и покупают 1 кроссовок на BNB. И что это происходит? И они получают, например, сейчас мы с вами посчитаем, как это происходит, чтобы все все понимали, да? Мы с вами получаем здесь 9 энергий. То есть у нас получается на выходе вот это вот все, такая стрелочка на фоне моего лица, 9 энергий. Но так как в степане организовано так, что вот эта вся ваша энергия, все эти кроссовки плюсуются, вот эти токены не можете перекидывать и они работают в разных сетях. То есть условно те токены GST, которые вы заработали в сети BNB, вы их не можете взять и перевести сюда. Вы их можете перевести только через токен GMT, это там governance токен. Но вы еще пока не заморачивайтесь, потому что если вы вообще думаете, стоит входит в проект или нет, сейчас на снижении вам это важно, потому что вы хотите отбить стоимость кроссовок, а не манипулировать на всей этой истории. Это манипуляции тоже сегодня разберем. И вот эти, короче, 9 энергий, они используются для того, чтобы зарабатывать вот тут вот по курсу 10 GST. Если по минималке, да, меня там поругали, поругали реально за то, что там получается 15 долларов, я насчитал 4 GST, не знаю, давайте просто возьмем математику. Вы, например, за 9 энергий зарабатываете 5 GST, 5 GST за одну энергию, минус стоимость ремонта. Сейчас, ребят, я немножко запутался, давайте мы обновим, мы зафиксируем кейс, что у нас есть 9 энергий, мы вот так фиксируем этот кейс и новой доске это все разберем. Очень прикольная такая сложная стратегия. У нас есть с вами, еще раз фиксируем, 9 энергий, 8 кроссовок на соул, 1 кроссовок на BNB, заработок, соответственно, 10 долларов за 1 GST и заработок 2,5 GST. И мы сейчас разберем, сейчас, когда цены снизились, куда вообще выгоднее входить. И насколько это интересно купить один самый дешевый кроссовок, например, на соул и просто ходить, это тоже интересно, и мы сейчас это разберем. Или, например, можно пойти по вот этой схеме, купить кроссовок на BNB1, это уже невыгодно. То есть один кроссовок на BNB сейчас невыгодно, потому что у нас с вами очень большая разница, и это сейчас выгоднее, это мы уже сделали с вами простейший вывод. А если мы говорим про вот такую более сложную конфигурацию, вы готовы загрузить много бабла в этот проект, ну потому что многие реально рассматривают это как условную инвестицию. Сейчас мы на этот вопрос ответим. Еще раз зафиксировали, 9 энергий, 8 кроссовок на соле, 1 на BNB, GST 10, GST 2,5. Мы обновляемся и продолжаем. Так, ну что, мы, собственно, продолжаем. Давайте просто зафиксируем. Значит, одна из стратегий заработка на степ, у нас с вами 8 кроссовок на соле, у нас с вами 1 кроссовок на BNB. Значит, здесь мы зарабатываем, у нас с вами 9 энергий, 9 энергий. Здесь мы с вами зарабатываем GST 10, по текущему курсу потенциально будет расти. Здесь у нас с вами GST 2,5. Что происходит? Энергии, значит, плюсуются, дают нам 9 энергий. Теперь возьмем какой-нибудь более-менее хороший кроссовок, да, который уже зарабатывает, когда уже куча денег валили. И напомню, что здесь вы вошли, значит, сколько вы здесь денег потратили. Здесь вы потратили 4 500 за нормальный кроссовок. Кстати, сегодня отдельно поговорим про типы кроссовок, потом весь контент перемиксуем. И обязательно смотрите тайм-коды, кому что интересно, какие блоки. А здесь у нас с вами один кроссовок стоит примерно 800 долларов. 800 умножить, соответственно, на 8 будет 6400. То есть, в принципе, очень простая математика. Ну, скорее всего, плюс-минус какие-то комиссии. Ну, условно, если вы готовы вложить, там, не знаю, 12 тысяч долларов, вот за 12 тысяч долларов вы, соответственно, можете купить 9 энергий. Давайте с вами посчитаем, вообще, насколько это рентабельно. Вот такая новая современная схема заработка, которая здесь есть. А какие-то деньги вы там оставите. То есть, мы берем, что вы входите в проект и примерно 20 дней, я сегодня объясню, почему. Примерно 20 дней вы, скорее всего, будете реинвестировать в прокачку своих кроссовок. То есть, в течение 20 дней вы деньги вынимать оттуда плюс-минус не будете. То есть, 20 дней это на hold. Мы его просто заложим. Это уже, видите, современные расчеты. Это 20 дней на то, что вы будете потихонечку разгоняться, прокачивать кроссовки, чтобы выходить. Сейчас, вот на моем уже уровне, у меня одна энергия, у меня 20 уровень дает примерно 9 GST. Там есть разный уровень, что-то, короче, уходит высокий, как правило, мы считаем, что 15% уходит у нас с вами на ремонт. Сегодня отдельно еще поговорим про ремонт. Ну, то есть, у нас с вами остается 9,081 и еще пополам 0,75. То есть, примерно, у нас с вами 7,5 чистыми GST, криво написал, но ничего, 7,5 GST у нас с вами остается с одной энергией. То есть, и того, что у нас с вами получается. Если мы с вами вот здесь вот работаем и работаем вот здесь вот, у нас с вами получается, что 9 мы умножаем на 7,5. Это, соответственно, одна энергия, 9E, да, на 7,5 GST. И мы с вами получаем. Это, кстати, очень интересный кейс. Повторюсь, никто не знает, что у GST есть курс 10. Все думают, что GST упал. Реально все пишут в комментариях, GST уже 2,1 он там был. GMT 1, даже меньше единицы был. GST типа 2,3. Не, ребят, на BNB есть такая штука. Это вообще прям очень крутой лайфхак. Берем, соответственно, калькулятор и просто с вами очень легко просчитываем. 9 умножить, соответственно, на 7,5. Это получается 67,5. Мы с вами получаем 67,5 GST. И прикиньте, то есть, короче, да, кстати, так и получается. Примерно у меня с 9, там, 10 энергий заработок примерно, ну, как заработок. А мифические игрушки выигрываю в токене вот такую сумму. И дальше вы что делаете с этим токенем? Вы их умножаете на 10, прикиньте. Умножить на 10 долларов. Вау. И что уже получается? Что реально вы с одного захода. Ни хрена себе. Я, короче, такой вложил 12 тысяч долларов, да, 12 тысяч долларов. Из 12 тысяч долларов я в день примерно зарабатываю. Это еще надо ходить. Это еще отдельная песня. Сейчас тоже поговорим. Я, видите, все накидываю. А сейчас прям сразу разберем этот блок. Про типа кроссовок поговорим еще раз немножко. Значит, короче, вы 12 тысяч делите. Зачем 12 тысяч? Доллар. Да, отлично. На 670 долларов в день. Которые вы гипотетически можете вынимать. Но вы их не выйдете, потому что как только вы это делаете, вы начнете еще играть там в гемы. Это вообще отдельная песня, которая все бабки из вас высосет. И вы будете просирать вот по 50 из этих GST просто на то, чтобы собрать прикольную монетку. А еще еще там скины с пандой сделали. Просто, короче, вытащить бабки нереально. Но 12 тысяч вы занесли. Такие думают, да, 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 я, короче, короче, нахожу. Даже про текущие математики, если вы 12 тысяч долларов поделите на 670, то есть гипотетически всего лишь 17 дней. 17 дней, прикиньте, 12 тысяч долларов делите. Я еще раз проверяю специальную математику. У меня тут калькулятор. 12 тысяч долларов делить на 670, я получаю, ну, 18 дней. Примерно 18 дней. Итого, то есть очень интересная математика получается, да. То есть если вы заходите на 12 тысяч баксов сюда, вам даже не надо ничего минтить. Это чем прикол. Вообще не надо ничего минтить. Можно просто ходить. Соответственно, вы 20 дней примерно прокачиваете кроссовки. 18 дней вы, соответственно, потом отбиваете, а-ля, вот по этим деньгам вот эти вот свои там токены. То гипотетически, гипотетически чисто, да, вы за примерно 40 дней, ну, там, в случае погрешности, можете вернуть свои, назовем это, инвестиции. И вот это, кстати, уже выглядит сексуально, потому что 40 дней это примерно полтора месяца. Из расчета того, что мы все с вами ждем там аренду, пока мы доживем до аренды, наверное, это нормально. Что может сократить ваш срок окупаемости? Если вы сейчас реально поймаете вот это дно, например, 4500, и рынок начнет расти, если биткоин не пойдет ниже до 20-ки. Если он пойдет до 20-ки, это вообще вся математика не работает. Можете вообще все выкинуть и захоронить деньги еще на полгода. Но если каким-то образом мы нащупаем дно, и вся эта штука пойдет выше, и GST опять же будет приносить вам не 10, например, долларов, он будет стоить на этом. Вот это я вообще всю помойку не смотрю, у меня уже очень сложно окупиться. Но сейчас поговорим, сейчас сравним. То он будет, например, 15 или 25. У вас вообще может срок окупаемости очень интересно сократиться. Прикиньте, это уже 40 дней, это уже адекватно в России хотя бы понятно. За 40 дней может все случиться, но 40 дней типа не 90. Но тут и вложений 12 тысяч долларов. То есть что ферма Минта, которую мы с вами обсуждали, что, соответственно, вот такая схема, где 8 кроссовок на соль и 1 на BNB могут сделать прикольную нормальную математику. Сейчас я объясню, откуда вот это все получается, но это мы дойдем. Мы сравним, сколько для сравнения вы сможете с вами заработать. Другой кейс берем, что мы с вами вложили здесь не 8, а, например, сделали 9. То есть типа 800 мы с вами купили на 9 кроссовок. Это умножаем на 9. 9 и 8, 72. Правильно, 72. Соответственно, у нас с вами 7200. Мы с вами зашли на 7200. Я ведь, я даже не рассматриваю, кто хочет войти в этот проект, например, на 800 долларов, посмотрите первое видео и все поймете. Это вообще неинтересная математика. То есть кто хочет более-менее разобраться, как тут зарабатывать, мы уже говорим про более-менее серьезные бабки. 7200. Вся та же самая математика, только здесь мы с вами умножаем, например, на 2,5. Я, наверное, кого-то тут запутал, но что вы будете зарабатывать? Если вы вложили 7200, то у вас, соответственно, в день, если вы будете останетесь на Солане, мы делим 67,5. 67,5 мы умножаем на 2,5. Вы будете зарабатывать 168 долларов. 168 долларов. И теперь очень просто. В BNB, если вы купили 8 кроссовок здесь, 1 здесь, вы зарабатываете 670 долларов в день. Если вы купили 9 кроссовок на Солане, вы зарабатываете 168 долларов в день. Если вы 7200 поделите на 168, вы получите 42 дня. Ну, кстати, прикиньте, 42 дня против 18. Против 18, не против этих 40 дней дней. То есть здесь примерно получается 42 дня. И еще плюс вот эти 20 дней, в итоге мы выходим 60 дней. Я понимаю, что здесь уже все запутано, но вам нужно сравнить два момента. Либо 60 дней. Прикиньте, лайфхак реально вам рассказал схему заработка. Я уже звучу вообще как инфо-цыган, можно меня хейтить. Но если вы вложили 7200, мать его, 7200, вы в лучшем случае за 60 дней отобьетесь. Но вы, скорее всего, не отобьетесь, потому что вам захочется еще, еще, еще. Вы будете ментить, вам захочется посмотреть кроссовки. А вот тут дай получим скин, а тут давай проапграничаем камушек. Сейчас, кстати, давайте следующим блогом прям поговорим про типы кроссовок, потом про камушки. И 60 дней плюс, да, вот 40, 60 против 40. 20 дней. Ну и вложений на 5000 больше. Даже не знаю, что добавить. Я думаю, что если вы можете себе позволить вложить 7200, вы можете себе позволить и 12. Поэтому мы закрываем этот блог. Пусть каждый сделает выводы для себя сам. Обязательно пишите в комментариях, что вы вообще насчет вот этих схем думаете. Но я вам скажу по секрету. Те большие дядьки, которые уже, уже, да или дядьки, а там даже многие мои знакомые, кто входил в Степан 3-4 месяца назад, кто уже многократно отбил деньги от этой штуки, когда они входили еще там за копейки, еще за 200-300 долларов. Они эту схему уже используют. Используете ли ее вы? Ну, не знаю. Я ее рассказал. Может быть, ее начнет больше людей использовать. Ну, фиг его знает. В общем, мы обновляемся и с вами говорим про кроссовки и сколько реально каждый кроссовок с нуля. Вот сейчас мы абстрагируемся от цифр конкретно вот там двух блокчейнов. Мы просто поговорим про GST, сколько он зарабатывает, конкретно скриншотами, примерами, типами кроссовок. Погнали! Так, ну что, давайте для того, чтобы не быть голословным, я вот специально прямо сейчас при вас открываю Степан и говорю про двойной курс. Почему никто не знает курс GST, кстати, на BNB, и многие не знают вот этого лайфхака? Ну, потому что это некий внутренний курс внутри приложения, и все эти обменники, биржи, которые вы видите, которые торгуют GST, они его, соответственно, торгуют в блокчейне Solana. Поэтому что нужно сделать? Мы заходим просто в приложение, я там дам скринкаст. Заходите вот сюда в обмен, трейд. И в трейде выбираете два момента. Сейчас смотрю прямо вот в моменте, сколько что стоит. То есть в блокчейне Solana прямо сейчас, в момент записи этого видео, один GST стоит 3,009 доллара. Давайте вот зафиксируем, просто напишем здесь эти цифры, 3,009. Это, соответственно, Solana 1GST. Запомним, да, есть все в приложении, мало просто кто знает. И то же самое в BNB захожу, где я также зарабатываю эти токены, просто они не конвертируются. И они не хотят делать мост. Сейчас мы про этот мост тоже коротко чуть-чуть поговорим. Значит, 1GST меняю на доллары в блокчейне BNB. И что я вижу прямо сейчас в моменте, мне даже интересно, 11.73. Видите, мои расчеты даже были не очень типа точны. Ну как, точны на 20%, это не погрешность в крипте. То есть, соответственно, BNB сейчас 11.73 доллара за 1GST. То есть математика, кстати, очень интересная. Но, скорее всего, тут я считал и там при 250, а сейчас курс BNB 300. Что интересно? Значит, вроде звучит все прикольно, но первый момент, с которым вы, наверное, столкнетесь. Вам реально надо ходить. То есть не получится просто это все дело купить и не ходить. У меня вот вопрос, наверное, к многим из вас. Кто может себе позволить кроссовки, там, я не знаю, вложить сюда 10-7 тысяч долларов. Как часто вы ходите? Да я более чем уверен, что если, например, вы живете в City, вы вообще никуда не ходите. Вы, типа, а-ля, переходите из башни в башню, из офиса домой. Многие работают вообще дома в одном здании и так далее. Либо вы выходите из дома, догружаете свою задницу до машины, садитесь в машину и рулите. То есть у меня вопрос. Вот эти 9 энергий, которые вы будете сжигать, это примерно 50 минут в день. Вот 50 минут в день. Вот где вы, когда вы будете ходить? Вот когда вы 50 минут в день в своем графике найдете, чтобы каждый день гулять? Потому что вся эта математика, которую я вам рассказал, она работает только, если вы реально каждый день, тупо каждый день ходите, каждый день сжигаете эту энергию. Если вы не сжигаете эту энергию, вы ни хрена не зарабатываете. Здесь давайте еще раз перейдем к такому тему. Сейчас в этом блоке разберем с вами типы кроссовок. Я еще раз коротко пробегусь, но не в моменте не буду вам рассказывать базу, а расскажу, какие реально подходят. И про базовые параметры с гемами. Это очень сильно связано, потому что это часть вообще игровой механики, которая эту игру делает прикольной. Значит, смотрите, вот мы берем расчет, для того, чтобы вот так вот вы могли зарабатывать, это обратный подводный камень всей этой истории. Вам надо ходить 50 минут в день. Почему у меня нет этой проблемы? Потому что я лично хожу на работу, у меня 25 минут до работы, 25 минут от работы. И прикиньте, с чем я столкнулся. Если я езжу на такси, например, с утра, или езжу кататься на вейкборде с утра на машине, я не выхожу в это время. Потому что это идиотизм тратить просто время вот так вот идти и гулять. Я, например, не привык гулять. Многие из вас, кто из вас реально привык гулять? А кто может позволить себе миллион рублей сюда вложить и рискнуть, которые вы можете потерять завтра? Кто из вас будет 50 минут в день гулять? Это то, с чем я тоже столкнулся с проблемой. Значит, напомню, что кроссовки есть нескольких типов. Есть волкеры, да, так называемые. Это непосредственно кроссовки для ходьбы. У них очень простой параметр. Вы ходите со скоростью 1-6 км в час. Вы, наверное, это часто слышали от всех блогеров. Но давайте реально. Волкеры подходят условно для женщин, которые никуда не торопятся. Для кого таковой подходит? Я лично хожу со скоростью, я мерил специально со Степаном, прикиньте. Это примерно там 5 и 6, близко к 6 км в час. Сейчас мы разберем, сколько это реально зарабатывает. Дальше есть такой кроссовок, называемый Джоггер. Это, кстати, самый прикольный, наверное, кроссовок для многих мужчин. Потому что скорость, в которую вы можете ходить, это 4-10 км в час. И с чем я тут столкнулся? С какой проблемой? Что вот тут очень прикольный этот кроссовок. Он подходит, наверное, в большей степени мне. Хотя у меня там основной это Волкер. Потому что, когда вы идете 6 км в час, это нормально. Когда вы бежите, если вы бежите, вы бежите реально со скоростью где-то 8-9 км в час. Вряд ли сильно быстрее. Есть еще Раннер, да, о котором я тоже рассказывал. Это такой, как бы, кроссовок, в котором вы должны бегать. Вы должны бегать просто как безумцы. Это 8-20 км в час. Я не знаю, кому это подходит. И есть еще этот последний кроссовок, этот Трейнер. Он очень дорогой. Тут мы про эти бетные модели мы даже не рассматриваем. Потому что вы его ни хрена не отобьете. Потому что это еще значительно дольше. Если вам повезет его сминтить, проще его продавайте. Это 1-20 кМЧ. В чем здесь еще есть подколы, за что меня, наверное, там ругают. Что у каждого из этих тип кроссовок есть базовый заработок. То есть я не знаю, как он считается. У меня ни разу не получилось сделать этот базовый заработок. Это какая-то мифическая, мне кажется, придуманная цифра. Какая-то wallpaper. Возможно, где-то там математиками Степана они ошиблись. Значит, вот здесь вот, если вы ходите с такой скоростью, у вас какой-то базовый заработок 4 GST. Но как вы получите, что только базовый заработок, никто реально не знает. Здесь у вас на Джоггерах 5 GST. И на раннерах у вас типа 6 GST. А здесь он типа плавает до 4 до 6. 25. И вот с чем я лично столкнулся, что когда я каждый день, например, хожу на работу, у меня нету вот этого неэффективного времени, когда я просто не гуляю. Я сложился с проблемой по выходным. Я теперь как дурак, как дурак, ребят, пришла в этот проект, вынужден либо все выходные гулять по 50 минут в день. Ну, во благо у меня есть сын, и мы с ним типа на велике гоняем. Если раньше типа он ехал типа на велике, я мог ехать на доске, теперь я вынужден что делать? Я вынужден с ним идти, он едет на велике. Вот прикиньте, какие вы будете ограничения испытывать, если войдете в проект Степан. С волкерами вам будет реально нереально бегать. Например, когда я хочу позаниматься, а у меня там не хватает энергии, а у меня есть там время, вам, наверное, подают какие-то джоггеры. Поэтому выбирайте кроссовки, исходя из вот этой истории. Что еще дальше важно? Мы сейчас с вами все рассматриваем и не погружаемся глубоко в механику. Там есть разные типы кроссовок, это так называемые common-uncommon. В чем прикол этих кроссовок? Их никто не понимает, все думают, да блин, ерунда какая-то, короче, зачем это вообще делать? Зачем покупать кроссовки дороже? Я вам сейчас объясню очень простую математику. Значит, смотрите, когда мы говорим про кроссовки common, а это все, кстати, написано в whitepaper, я ничего такого здесь вам магии не рассказываю. У них базовые параметры от 1 до 8. Это те 4 параметра, которые я вам говорил, там, эффективность, комфорт, сопротивление, что-то еще, неважно, короче. И удача. Не будем разбирать мистер бокс, это вообще отдельная история. У них базовый параметр 1, и каждый уровень, там были вопросы про уровни, вы получаете плюс 4 параметра. Плюс 4 параметра. И в чем здесь как бы прикол, что если вы прокачаетесь на 30 уровней, давайте мы сейчас это сделаем, вы сможете улучшить свой кроссовок, 30 умножить на 4, это будет 120. Да, максимум на 120 параметров. То есть сделал где-то плюс 120. Если вы берете кроссовок Uncommon, но у них уже стоимость, конечно, дикая, она начинается где-то от 70 салан, нормальные кроссовки. У вас здесь базовый параметр от 8 до 18. И вы за каждый уровень ловите эту мысль, получаете плюс 6. Блин. Вы получаете плюс 6 на каждом уровне, и когда вы умножите 30 умножить на 6, вы получите 180. То есть фактически, когда вы покупаете кроссовок Uncommon, это одно из преимуществ такого кроссовка, хоть он стоит дороже. То есть напомню, нормальный кроссовок Uncommon 18 салан или 18 BNB. Нормальный Uncommon кроссовок это, соответственно, где-то 70 салан. Ну, то есть даже по текущему курсу это уже примерно 3,5 тысячи долларов, а в BNB это вообще дичь. Соответственно, но у вас потенциал, условно, заработка больше. Там я не буду сравнивать, найдите в интернете видео, какое больше зарабатывает. Я вам расскажу принципы, по тематику точно можно будет окончательно там досчитать. Соответственно, здесь у вас потенциал очень сильно проапгрейдить кроссовок, а здесь у вас потенциал чуть меньше проапгрейдить кроссовок. Дальше появляется магия, да, то есть там как вас ограничивают. Вас ограничивают еще дневным заработком, но повторюсь, хотите узнать все про ограничения, все есть в первом видео. И очень важный кейс, вот эти параметры. Почему важно выбирать кроссовки на входе именно с, давайте это другим цветом выделим, с хорошими параметрами. Многие спрашивают, а нафига, может мне купить, короче, какие-нибудь там прокаченные кроссовки, все равно мы все докачаем. Дальше очень простая математика. Здесь появляется вот эта вот новая игровая механика, которую они внедрили, а скоро они внедряют, ребята, марафоны, аренду, какие-то бейджики. В общем, фиг, вы там вообще что оттуда вытащите. Есть базовый параметр, есть гемы. Гемы улучшают ваши характеристики. И для того, чтобы все же хотят больше зарабатывать, конечно, вы можете делать гемы. Вот я не буду брать гемы первого уровня, беру гемы второго уровня и гемы третьего уровня. Например, гем второго уровня, он делает что? Он увеличивает ваш базовый параметр на 70%, плюс 70%. А, например, гем третьего уровня увеличивает базовый параметр уже на 220%. И что это значит? Ой, не долларов, а процентов. У меня, видите, уже доллары в голове. Доллары, 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 как говорил, ладно, не будем о ком. Грязная, вонючая бумажка. Не все зачитали рэп, все вспомнили, прикольно. Знаете, что у вас происходит? Если у вас, прикиньте, базовый параметр, просто для примера. Берем двоечку. Вы двоечку умножаете на 220%, и вы что получаете? Вы получаете примерно 6,4%. То есть вот этот гем, если вы поставите, он стоит вообще безумных денег, стоит дороже, чем кроссовки. Ну, просто не могу не рассказать. То, соответственно, он у вас выходит, у вас параметр будет 6,4%. Вы можете проапгрейдить свои кроссовки не только качаясь в уровнях. Сейчас я покажу таблицу, и мы разберем, сколько вам еще придется потратить денег. И вгрузить, даже хотя бы чтобы дойти до 20 уровня в той математике. Сейчас мы прыгнем обратно к цифрам. Вы можете его увеличить вот так вот, просто гемом, и у вас будет как бы 6,4%. Но если у вас параметр, например, 8, и 8 умножить, соответственно, на 220%. Я понимаю, что, наверное, для многих математика может быть сложная, но ничего. Тут плюс 16,6, 32, то есть параметр будет примерно 20, там, 24, 25, то есть 24. И условно, если вы просто потратите время и на входе чуть-чуть переплатите за кроссовки какие-нибудь, там, 50, там, 100 долларов, да, 1, 2 сол, и подберете их с нормальными параметрами, вы останетесь, продолжите играть в эту игру, и захотите потом использовать гемы, то прикиньте, какая разница у вас будет здесь x4. То есть просто в какой-то момент времени, чуть-чуть больше доплатив на входе, вы потенциально при хороших кроссовках потом можете очень круто их проапгрейдить одним гемом. А вот это вот выразится, в чем это выразится. Это, опять же, интересно, ребят. Я это сейчас рассказываю для тех, кто готов инвестировать нормальные суммы, типа 2-4. Если у вас одна энергия, две энергии, одни кроссовки, это вообще херня, она вам вообще не нужна. Вы никогда на гем не заработаете третьего уровня, вот честно, сорян, может быть, жестко звучит. Но это не будет влиять роли, потому что вот этот прирост, по сути, как работает вся математика. У вас есть параметр эффективности, как таковой efficiency, и он там у вас условно начинается, там, не знаю, с 6, да. И дальше вы с каждым уровнем его прокачиваете, 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 прокачиваете. И сейчас мы разберем, сколько зарабатывают разные кроссовки следующим блоком на разных уровнях. Прямо вот так вот напишу цифры, приложу скриншоты с разными параметрами вот этой эффективности. И получается, ну, все дальше зависит от энергии. Потому что эффективность – это отдача в одну энергию, одну энергию. И если у вас на дешевом кроссовке просто всего на одном всего две энергии, ну, вы вот эту всю херобору просто не почувствуете. А если у вас девять энергий, то работает накопительный эффект. И вы, как бы, с каждой энергией будете больше вынимать. Прикиньте, какая математика. Оказывается, все очень просто. Поэтому мы еще раз обновляемся и переходим к разбору конкретных примеров кейсов. То, что я ходил сегодня с утра, сколько зарабатывает каждый кроссовок, чтобы вы это сейчас увидели. Погнали! Ну, что, мы продолжаем. Я не зря взял сейчас телефон, потому что мы сейчас конкретно будем разбирать, прямо на примере, сколько зарабатывают какие разные уровни кроссовок и какая там реальная отдача и окупаемость. Меня многие захейтили за то, что я написал, что там, типа, кроссовки приносят два, просто два каких-то там, две энергии. Поэтому давайте сейчас это сделаем. Ну, что, стартуем. Значит, у нас есть, берем следующий кейс. Как только вы купите степан, да, как только вы купите свой первый кроссовок, у вас будет так называемый левел ноль. Левел, ладно, левел вот так. Левел равно ноль. Я взял какой-то средний кроссовок. Сейчас я прям реально посмотрю, каких он у меня параметров. Он какие-то средние, там, условные, давайте, эффективности, собственно, семь. Я сегодня специально потратил одну энергию. Вот тут вот вывезу пример и покажу, сколько я заработал. Значит, вот при эффективности семь, при левеле ноль, на волкере, то есть это кроссовок, который, как бы, соответственно, просто ходишь. Я с нулевого уровня заработал. Как думаете, сколько? Очень просто. Одна энергия равно 261 GST. И вроде звучит прикольно. Наверное, я даже заработал какие-то с одной энергией по текущему курсу 5 баксов. Охренеть, ребята. Или сколько там, 7 долларов. Я, короче, купил кроссовки за 800 баксов, чтобы заработать 7. Но не тут-то было. Не тут-то было, ребят. Короче, у меня за это время уменьшилась их жизнеспособность, дюрабилити или как это называется-то. Они износились на 4. То есть мы это напишем, что износ, износ равно минус 4. Что это значит? Это значит, что очень просто. Что как только вы закончите свою первую ходьбу, я пока считаю из одной энергии. По факту будет 2, но одна энергия будет очень удобна для расчета. Ремонт. Ремонт. Это прям реальные цифры. Уже меня будет не придраться, друзья. Соответственно, со скриншотом вот здесь вот. Ремонт составит 1,2 ГСТ. Магия, да? То есть, прикиньте, у вас, короче, уже из того, что вы заработали, из просто из энергии у вас останется 1,4 ГСТ. По текущему курсу даже умножу, посчитаю, умножить там. Давайте даже на 3, даже не буду говорить на 2,5. Это не важно, да? То есть это типа 4,2 доллара. Офигенный заработок, ребята. Супер бомбическая инвестиция. Но вы не сможете остановиться. Вы не сможете остановиться, потому что что вы сделаете с этим 1,4 ГСТ? Вам скажут про апгрейси. Сделай апгрейд до второго уровня. Черт возьми, у тебя же АДА первого, у тебя же кроссовок на любого. И тебе апгрейд. Апгрейд, ребят. составит 1 ГСТ. И по факту, по факту всей этой истории у вас получится, что давайте умножим это все дело на 2. Мы с вами сделаем простую математику. Мы с вами заработаем сразу, как только вы купите кроссовок. 2,61 умножить на 2, это будет 5,2. Вы примерно заработаете 5,2 GST. Из которых вы... Сколько ремонт? Вот 1,2. 2,4 ГСТ вы отправите на ремонт. И 1 ГСТ вы направите на апгрейд. Апгрейд. Я тут, наверное, ужасно написал, кому что-то не видно, но понятно. Но на выходе у нас с вами остается... Я даже поменяю маркер давайте. Понимаете, что на нулевом уровне у нас с вами останется сколько? У нас с вами останется 5,2 минус 1,4,2 минус 2 и, соответственно, и 4. По-моему, 1 и этот. Но давайте прочитаем. 5,2 минус 2,4. 5,2 минус 2,4 минус 1. 1,8, как я говорю. Все. 1,8 GST. Так что я поздравляю всех, кто там умники, короче, и прочее. И кто со мной не согласен, кто рискует этот проект, умножаете это на 2,5. Давайте даже, чтобы это было прям идеально. Умножить на 2,5. 1,8 умножить на 2,5 примерно 5 долларов. Ну что, все съели, да? То есть вот вам результат реально вашего кроссовка нулевого уровня. Как только вы купите кроссовок за 800 баксов, даже сейчас, вы будете зарабатывать на нулевом уровне, внимание, 5 долларов в день. 5 долларов в день. Я тут даже не буду говорить, сколько тут дней. Мы, если не будем качать эти кроссовки, то 800 выделить на 5, мы с вами получим 160 дней. Нормально. Ну что, я там готов, ребят, готов принимать хейт. Кто готов со мной поспорить, ради бога, welcome, погнали. Но не все так просто. Что мы можем сделать? Я специально же подготовился, понимаете? Я подготовил для вас другой кейс. Мы взяли другой кроссовок. У меня есть трейнеры. Это модные довольно кроссовки. Они из 5 уровня. То есть условно, вот у меня такие трейнеры есть. Мы берем, что у нас здесь левел 5. Я их уже, соответственно, минтил. То есть это нормально. Разбираем случай кейс. Левел 5. На левеле 5 у меня эффективность составляет сейчас прокачанная 24. И я сегодня в них прогулялся. Я не трейнер. Ну, это на самом деле не так важно. Они тоже зарабатывают там все плюс-минус одинаково. И как вы думаете, что здесь получилось? С одной энергии я получил 526 GST. Надеюсь, мы там нигде не вылезли за экран. 526 GST. То есть фактически, что получилось? На пятом уровне. Сейчас мы поговорим, сколько я вложил, чтобы прокачаться с нулевого до пятого. Сейчас мы с вами реально разберем всю эту гейминговую механику. Но я не смог остановиться. Одни кроссовки я прокачал уже до 20. А если вы доходите до 30, там вообще вы выложите деньги. Сейчас посмотрим, как эта игра будет высасывать всю прибыль. И прибыль будет всасывать из вас. Какой у меня составил износ? Я там прокачал еще немножко резиденция, поэтому у меня износ составил 4. Ой, 3. Износ равно 3. И стоимость ремонта в моем случае составила 1,08 GST. Если мы возьмем классические две энергии, что вы ходите? Здесь произойдет очень простейшая математика. Мы делаем с вами все то же самое. Мы берем 5,26. Мы умножаем на 2. Окей. Равно 10,5. 10,5. Мы вычитаем с вами стоимость износа. Это, соответственно, 1 GST. Это примерно 2 GST. И мы получаем примерно 8 GST у нас на выходе получается. И по текущему курсу умножить на 3. Это равно 24. То есть из серии, когда вы уже прокатились на 5 уровень, вы будете зарабатывать плюс-минус 24 GST. Вопрос. Сколько вам нужно денег? Сколько вам нужно денег было потратить, чтобы прокачать этот кроссовок на хотя бы 5 уровень? Давайте посмотрим. Я тут приготовил для вас специальную табличку. Накопительным итогом, для того чтобы получить такой результат, получать 24 доллара в день, зарабатывать 8, нам нужно было потратить 20 GST и еще, соответственно, 10 GMT. Это очень такая странная математика, но как бы глобально сколько это получается? Давайте считаем 1 доллар и 3 доллара, как минимум 60 и, соответственно, 70. То есть, помимо того, что я уже валил в кроссовке, валил в кроссовке 800 долларов по текущему курсу, я заработаю, заработаю, ребята, 70 баксов. Сверху, да, я типа заработал такой 70 долларов. Хрен знает, сколько я буду зарабатывать 70 долларов по таким курсам, но не суть. Я, короче, внутрь отнесу еще степану еще 10%, еще 70 долларов. Итого, мои вложения... А, это я еще не брал стоимость ремонта. Ну, короче, и то, чтобы вы просто прокачали, вы просто еще внесете туда 10%, то есть уже 870 долларов, и все нифига не просто так получается. Но самое главное, самое, наверное, не страшное, а самое необычное заключается в чем? Потом, что для того, чтобы вы докачали кроссовки до максимального уровня и начинали максимально зарабатывать, здесь классная табличка, маркеры упали. Знаете, что для этого нужно? Для этого нужно потратить 19 дней и 9 часов. То есть, полная прокачка ваших кроссовок, как я говорил, 20 дней. Если вы будете вот прям притык зарабатывать, качать, ничего не вытаскивать, никакие денежки, это 19 дней плюс 10 часов. И знаете, сколько вы вложите еще в свои кроссовки, чтобы делать? Вы вложите в них 600 GST, 600 GST и еще 229 GMT. Это же вообще, ребята, дичь. То есть, фактически, магия какая, да? Вы, например, 600 умножить на 3, это равно 1800. И еще плюс, даже по одному, по полтора, плюс 229, короче, еще примерно 2000 долларов. И получается, что гипотетически, если вы купили кроссовки за 800 баксов, то для того, чтобы докачать их до 30 уровня, вам нужно вложить еще 2000 долларов, которые вы могли бы заработать. 2000 долларов сверху на кроссовки, которые стоят 800 долларов, чтобы получить от них максимальную отдачу. И вы, к сожалению, к сожалению, не сможете вот так вот сходу, братья, просто за эти 20 дней время апгрейда, время апгрейда, нравится заработать эти бабки. Потому что все время, когда они будут апгрейдиться, они будут апгрейдиться 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, часов, вы не сможете ходить. Но на каком-то уровне, например, на пятом, вам уже не хватит того, что вы находили на один день, чтобы апгрейдиться. Вам нужно будет походить 2, 3, 4 дня, для того, чтобы саккумулировать эту сумму, чтобы потом вложить ее в развитие своего кроссовка, черт возьми. Гениальная система. То есть понимаете, почему этот проект растет? Понимаете, почему он популярен? Понимаете, почему из нее никто бабки не вынимает? Да просто потому, что вы когда купили кроссовки на 800 долларов, вы, чтобы его прокачать, вгрузили туда еще 2000. И пока вы прокачаете, это займет у вас прокачка только где-то, ну, плюс-минус там 40 дней, я не знаю, сколько она займет. Я думаю, что плюс-минус больше. Вот потом, может быть, вы, короче, каким-то образом свои 800 долларов еще и вернете. Так что, ребята, вот такие схематозы, вот такие прикольные решения. Дальше ставьте лайк, пишите комментарии, что вам понятно, что не понятно, какие-то вопросы. Мы сейчас перейдем к блоку про Эмейзи. Я вам просто расскажу про этот проект. Прям супер коротко будет включение, но это очень важно, потому что тут же порог входа 800. А в Эмейзи почти бесплатно, или какие-то 100-200 долларов. Что делать, насколько это перспективно. И дальше я пробегусь по вопросам, по вопросам, ответам, которые вы прям задавали в комментариях. Мы прям их разберем, и там будет очень все прикольно. Мы обновляемся, погнали. Так, ну что, друзья, значит, я специально выписал ключевые вопросы, которые вы задавали в комментариях. Так получилось, что я на многие из них уже ответил в процессе этого ролика. Сейчас я их зачитаю, либо сориентирую по тайм-кодам, либо прям какие-то моменты разберу. Значит, первое. Интересно было бы послушать реальные цифры твоего заработка, которые делаю. Значит, что у меня сейчас происходит? Давайте сейчас еще раз это зарезюмируем, просто этот блок. У меня сейчас есть 9 энергий, соответственно, по поводу 9 энергий. У меня кроссовок 20 уровня со следующими параметрами. Я вам сейчас это дело даже покажу, потому что я специально для вас это записывал. То есть, мой ключевой кроссовок это Uncommon, который дает нам определенные бонусы. У меня, соответственно, сейчас efficiency. Может быть, кому-то это поможет. Не знаю, это 125. У меня, соответственно, удача. Удача влияет на выпадение коробок. У нас очень сильно, кстати, стучит маркер, но ничего страшного. Удача у меня 42. И у меня Resilience 23. Здесь еще такая штука, что очень интересная, что я прокачал удачу. Она у меня тоже была в скобочках 20. Я вот здесь вот поставил гем. То есть, у меня здесь есть гем, который мне дает этот бонус. Это мне лак конкретно приносит так называемые мистери боксы. А непосредственно Resilience снижает износ. Я могу сказать, что у меня был гем, пока я его еще не продал. Когда у меня было плюс-минус 40, я могу сказать, что вот такое изменение в 2 раза снижает износ примерно в 2 раза. И что я конкретно зарабатываю при таких вот цифрах? И у меня еще 9 энергий. Вот буквально вчера я, соответственно, ходил. Давайте сейчас посмотрим, сколько у меня вышло. Вот у меня есть проходка на 7,6 энергий. Реально, ну, нам несложно посчитать это будет. Давайте я возьму другой маркер, менее шипучий. Короче, мои результаты следующие. Это 7,5 энергий дают мне примерно 65 GST. GST. И делают износ примерно минус 12. Значит, у меня из опыта где-то еще минус 12 GST уходит на ремонт. И на выходе где-то остается сейчас плюс-минус 50 GST. То есть, ну, по текущему курсу, я тут несложно посчитать, это умножить уже эти как бы на 3, да, и получается плюс-минус, ну, 150. Вот, на самом деле, нифига не прикольная математика. Там можно сами все посчитать, но, в принципе, плюс-минус там а-ля вот 150 баксов в день при такой штуке. Конечно, я вырабатываю не 7,5, а 10 энергий. То есть, это на выходе плюс-минус где-то 225-250. Но никакого, как бы, никакого чуда тут нет. Вот, можете смотреть, на что ориентироваться, на анкомунку, на крутой кроссовок. Я не затронул тему про уровень кроссовок, каким образом его повысить. Да, я вот про эту тему рассказал, как его повышать, как это влияет на заработок и так далее. Также не поняли про прочность, как их чинить. Очень важный момент, что как только у вас прочность будет, например, 50 из 100, вы начнете получать пенальти. То есть, условно, у вас эффективность ваша будет не 125, а умножить на коэффициент 0,9. То есть, она будет примерно там составлять соточку. То есть, если вы не будете их чинить. Но фишка в том, что тоже еще, кстати, то, о чем не говорят, кроссовки нужно чинить перед каждым уровнем. Обязательно чините кроссовки перед уровнем, потому что с повышением уровня, условно, там, на уровне первом, вы когда починить был один GST, как только вы прокачаете, но не почините кроссовки, у вас ремонт будет стоить уже, например, полтора GST. Следующий вопрос. Не менять часто нахоженный GST на GMT. Да, есть такая штука тоже, о которой мало кто знает, что, по большому счету, я думаю, что потенциал, потенциал, я прямо рассказывал в первом видео, GMT, как управляющего токена, значительно выше, но он еще просто не реализован. Есть отдельная стратегия, когда я, например, так же делаю, я 50% заработка из GST, я 50% меняю в деньги, то есть я их конвертирую в доллары и просто складирую, 50% как таковые я меняю в GMT. Потому что на надежде на то, что если GMT в какой-то момент выстрелит, он может выстрелить очень сильно, это может выразовать дополнительный, как бы дополнительный кэш, назовем это так. Есть разработчики такие хорошие, хотят привить любовь к спорту и помочь зарабатывать, то зачем туда нужна энергия, которой критически мало, это говорит человек с одним кроссовком, и зачем они ее искусственно держат? Ну потому что как только люди получат безграничное количество энергии, вся экономика проекта рухнет. Как я уже говорил, основатели проекта Stepan офигенные математики, они 100% построили модель. И многие решения, которые они делают, ну да, иногда какие-то решения были, скажем так, резкие и непродуманные, наверное, или не очень точные, но чаще всего все, что они говорят, это все четкая, просчитанная математика реально профессионалами. Следующий вопрос, разложить токен инвесторов, разлоки токенов инвесторов, очень интересно. И отсмотреть эти даты, значит, что лично делаю я и что я всем рекомендую? Как работают вообще криптопроекты, видите, пошел даже такой вот маленький экскурс. Давайте я чуть смещусь на золотое сечение и нарисуем. Значит, когда мы говорим про токен GMT в целом, это круг, скажем так, токенов. Вот есть какая-то там доля токенов. Вот это, например, процент, который сейчас торгуется. Это процент, например, команды. Это процент, например, инвесторов. И когда инвесторы входят в проект, например, такой как Stepan, их токены локируются. То есть что это значит? Что люди, например, вносят деньги, то есть компания инвестирует 1 миллион долларов и получает, например, за это, там, давайте, для примера, 1 миллион токенов. Ну, просто для математики. Так, значит, соответственно, смотрите, как это работает. У вас есть токены, например, токены инвесторов. Инвестор вложил 1 миллион долларов, за это получает 1 миллион токенов, например, GMT. И для того, чтобы он не обрушил эту цену и не мог ее продавать, у него есть так называемый лок. Как правило, это лок. Это можно посмотреть. Мы, наверное, не всегда знаем, но где-то информацию можно нарыть. У них есть лок, например, на 12 месяцев или на 6 месяцев. Давайте берем на 6 месяцев. Что это значит? Что, например, через 6 месяцев из 1 миллиона токенов фонду станет доступным для продажи. Он может реально управлять примерно 25% токенов. Еще через 6 месяцев еще 25% токенов. Это делается для того, чтобы большие держатели токенов, именно GMT, которые получили эти токены, извините меня, не по 1 доллару, да, а получили, не знаю, по 1 центу, условно, такое тоже может быть, не обрушили цену, когда они начнут продавать. Но почему это очень важно отслеживать и может явиться очень прикольной точкой заработка? Потому что к той дате приближения разлока инвесторов, то есть когда у инвестора пройдет 6 месяцев и у него будет 25% его активов разблокироваться, а ему надо выйти в кэш. То есть как бы у меня сейчас будет интервью, кстати, скоро на канале о том, как работают вообще криптофонды. Это крайне интересное интервью, но ему надо выходить в кэш, он будет продавать. И вот в этот момент, когда у фондов, у ключевых людей, которые дали Степану деньги, будут разлоки, вот в тот момент очень высокая вероятность, что на токене будет памп. Я не знаю сейчас, был ли памп, но по сроку, когда проект начался условно в августе-сентябре и нас разогнали как раз с вами к апрелю куда-то в космос, не исключено, что на вот этой вот, когда там на GST стоил 6 долларов, 10 долларов фонды продавали. Поэтому вы просто можете посмотреть, когда будет следующий разлок фонда, если он еще не произошел, или там разные фонды входили в разное время, и вот к этому времени у проекта будет памп. Это значит, что к этому времени токены будут дорожать, к этому времени нужно уже как бы все саккумулировать, и тогда можно сбрасывать и выходить вообще из проекта. Вот имейте в виду, это такой прикольный лайфхак, о котором ну не говорят. Интересный момент, какие еще возможности зарабатывать кроме минда, ходьбы и аренды. В принципе, есть еще торговля гемами, но это пока казино, поэтому один из самых, наверное, правильных способов, и вообще как это все задумывалось, это конкретно ходить с этими кроссовками. Более того, они активно борются с фермами, и скорее всего скоро, так как сам Степан, поймите, он заинтересован в снижении стоимости кроссовок. Чем больше людей войдут, как я вам рассказывал, вознесут 800 долларов, и потом все они токены, которые заработают, они внутрь еще занесут 2000 за процесс прокачки как бы этих кроссовок. Они сами заинтересованы, чтобы как можно больше людей вошли, и они заинтересованы, чтобы вход снижался. Поэтому, да, поэтому как бы, что, какой был вопрос? Тьфу. Поэтому на самом деле изначально они будут бороться с ментами, они будут бороться с фермами и создавать это максимально как игровую механику. Для чего смотреть базовые показатели, если мы покупаем уже прокачанные? Прибыль с них идет как с прокачанных, а не с базовых. Я объяснял, что когда вы захотите воспользоваться гемом, он вам дает значительный прирост бонуса, и поэтому лучше покупать сразу хорошие базовые показатели. И третий такой вопрос, классный вопрос. Какая наиболее распространенная причина выхода из проекта? Азарт прошел, денег не приносит, ходить надоело. Это, кстати, очень интересный, классный вопрос, потому что многие, из кого я знаю, кто уже влетел, это фиша в том, что из этого проекта выйти очень сложно. Когда вы инвестировали 800 долларов, вы до последнего будете ходить, париться, пытаться что-то сделать, как-то вернуть свои бабки и так далее. А те, кто уже как бы инвестировали там 3,5 тысяч долларов и вернули 10, они, знаете что, я знаю уже много таких людей, они уже даже не то, что вынимают бабки из проекта. Они чаще всего вернули свои инвестиции и дальше инвестируют внутрь проекта, потому что им интересно посмотреть, как все это произойдет. И там у тебя действительно включается азарт, который тебе позволяет дальше играть. А степан, они вносят новые штуки, они вводят бейджи, они вводят скины, люди начинают жечь кроссовки, начинают соединять гемы. То есть в принципе, повторюсь, эта экосистема направлена, ну не то же на отъем денег, но на то, чтобы вы поиграли. Классный пример, вы часто приводите в комментариях эксис, я не буду сейчас это уже разбирать, тема прошла. Но кто-то на криптокотиках уже однажды заработал. Я надеюсь, что вам на следующий раз зашло это видео, обязательно ставьте, пишите в комментариях, что вам понятно, что непонятно. Обязательно пользуйтесь тайм-кодами и как бы подписывайтесь на канал, реально ставьте лайки, потому что все это требует времени, все это требует энергии. И очень классно, когда как бы получаешь от вас классную обратную связь. Поэтому заходить в проект или не заходить сейчас на снижение, я думаю, что каждый из вас ответит для себя сам. От себя могу добавить, что самое главное это занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok